Любовь Симонова с корняк с 30-летним сажем. С мехом работает еще с советских времен. И, как говорит специалист, качество материала той эпохи уже вряд ли вернуть. Его стало больше, он стал более разнообразен, но по крепости своей он потерял процентов, наверное, 80. От покупки некачественного мехового изделия никто не застрахован. Ошибиться можно и на рынке, и в дорогом брендовом магазине. Хотя недобросовестных продавцов с каждым годом становится меньше. Отмечает корняк. Покупая шубу, обращаем внимание на три вещи, советует Любовь Григорьевна. Кожевую ткань, мех и само изделие, как оно сидит на фигуре. Изучаем мездру. Если подклад пришит по всему изделию, не стесняйтесь, попросите продавца слегка его подпороть. И натурально прощупайте кожу. Мездра считается качественной, если... Кожевая ткань эластичная, мягкая, очень на ощупь велюровый даже, даже не замшевый, велюровый на ощупь у нее. Структура. Не видно кожевой ткани. А некоторые меха бывают, что вот начинаешь кротик в шерстке гладить, там уже вся кожевая на просвет. Это значит, очень сильно потянули шкурку при изготовлении уже. Это уже не выделка. В последний момент смотрим, как изделие сидит на фигуре. На качество шубы это не влияет, но на сроки службы, скорее всего, скажется. Если с вашими полочками происходит вот это, они расходятся, либо вот это заходит одна на другую. Это вещь не ваша. На заметку самый износостойкий мех – мех выдры, бобра, соболя, куницы, норки, по убывающей. Самый маленький срок службы у меха кролика. Субтитры подогнал «Симон»